Брянская и Брестская области – давние партнеры. Еще в конце 2006 года между Брестским облсполкомом и администрацией Брянской области было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. И работа в этом направлении ведется постоянно. Об этом красноречиво говорят цифры. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот между двумя областями составил более 70 миллионов долларов США, а темп роста по сравнению с 2019 годом превысил 98%. Такая динамика сохраняется и в этом году. Наравне с экономикой гостей из Брянска интересовала тема развития отрасли ЖКХ и опыт брещан в сфере экологии и обращения с вторичными отходами. Это очень важная задача. Она определена на сегодняшний момент в Российской Федерации как национальная цель до 2030 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В обращении к Федеральному собранию Владимир Владимирович обратился и обратил особое внимание на необходимость улучшения экологической ситуации в стране и улучшения качества жизни граждан. И вот сегодня есть большая возможность при содействии Брест-Облсполкома посетить эти объекты на территории Бреста и, соответственно, ознакомиться с лучшими практиками. Мы готовы к сотрудничеству в этой области, развивая и расширяя наше экономическое сотрудничество между Брянской областью и Брестской областью. Брянские коллеги на встречу подчеркивали, что готовы перенять опыт работы Брестских коммунальных служб. Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. А потому от разговоров перешли к практической составляющей. Делегация посетила Брестский мусороперерабатывающий завод. Мы показываем наш мусороперерабатывающий завод. Завод действительно современен. Он построен в 2010 году, сдан в эксплуатацию немецкой фирмой «Штрабок». Строился, возводился завод по инвест-программе Республики Беларусь. Действительно передовое предприятие, которое способно перерабатывать до 100 тысяч тонн мусора в год. Определены современнейшие подходы по мусоропереработке. Но завод продолжает развиваться. Сегодня намечены мероприятия по возведению цеха, по переработке и изготовлению полимерной плитки из отходов. Мы идем дальше и будем развиваться. Да, изучение такого опыта станет хорошим подспорьем для специалистов из соседней страны для совершенствования вопросов экологии. На территории Брянской области существует 13 крупных полигонов. И планируется, что до 2024 года все они будут оборудованы мусосортирующими станциями. А потому взять лучшие практики и понять, по какому пути необходимо двигаться, цель, которую поставили перед собой члены делегации. Мы считаем, что самый ценный – это чужой опыт. Здесь очень интересно реализованы ряд моментов, которые мы обязательно будем использовать. Нам очень понравилась автоматическая сортировка. Замечательно реализован проект по переработке илово-осадка. Здесь нам есть почему учиться и что перенять. Потому что мы сейчас как раз рассматриваем переработку илово-осадка и в Брянской области, и вообще в любом случае это очень важно. Мы все производим, к сожалению, отходы, которые надо перерабатывать. Принимая опыт переработки твердых бытовых отходов и делая шаги в сторону экологии, разговор о сохранении природы для следующих поколений возможен.